И уже вчера не тренировался с питерцами. Томаш Губачан на сборе в матче против Химок получил травму. Это на самом деле такая серьезная проблема. Проблема центральной зоны обороны у Зенита. И если бы сегодня первый матч был в Штутгарте, вот тогда бы, наверное, мы бы с вами очень сильно переживали по этому поводу. Сегодня матч в Петербурге. И опять же вот по плану надо идти вперед. И вот так, видите, вот так вот забивать. 1-0. Ничего себе начало. Мы должны были ждать ударного отрезка. И получаем его в самом-самом дебюте поединка. 1-0. Отличный удар Симшова. Йенс Лемон выбивает мяч прямо на ногу. По-моему, Хусти. И тот забивает свой первый мяч в новой команде. Еще раз смотрим повтор этого момента. Как что-то отпустили защитники Штутгарта. Симшова отменный удар. Просто здорово все он сделал. И Сабол Чкушти. Ну вот он, новичок. Знакомимся с ним. Не Андрей Аршавин, а Сабол Чкушти. Игрок командный. Игрок, может быть, не таких блестящих индивидуальных качеств. Но вот о нем говорили в чемпионате Германии. Вот как о том самом командном игроке, в котором сосредоточен дух линии атаки команды. Ну, те говорят и знают цифру. Четыре матча, десять пропущенных мячей Йенса Лемона. А пока в атаке уже Штутгарт. И Марио Гомес кидает мяч на правый фланг. Ну, нет. Это не прострел, не удар. Ничего тут такого серьезного. Команда Хильберт. Еще раз смотрим, что же тут было. Дани. Небольшой рикошет здесь помог. Дальше мяч. Ну, в общем, на стандартах не самая сильная команда. Но если вдруг отбивается, то молниеносно летит в атаку. Хидира. Сразу два человека борются против Марики. Ну, и здесь дальний удар. Мартин на Унка. Естественно, Малафеев все знает. Хицешпергер. Удар низом. Небольшой рикошет. Хидира. Еще один удар. Еще один рикошет. Овсайд. Все. Недоумевает сейчас Марио Гомес. Ну, чего ж тут. Там арбитр уже давным-давно флажок зажег. Десять минут сыграно в этом матче. 1-0. Впереди Зенит. Забулч-Кусти. Вторая минута. Ну, был. Был офсайд. Мы должны с вами довериться ассистентам Бьерна Куйперса. Как защитник, ну, наверное, не самого высокого качества. Пропростит он меня. Хорошая пауза. Дани смещается в центр. Удар поворотом. Пара рикошетов. Ланник. Длина и очень точная. Простите, Сердару Ташчика, когда этот мяч Лемон. Димащук. Широку надо быть повнимательнее с этой передачей. Посмотрите, какая атака получается. Марио Гомес смещается в центр. Готовит удар. И вот он 1-1. И вот он 1-1. Первый удар в створ ворот. И первый же мяч. Марио Гомес. Я бы не хотел тут кого-то лично обвинять. Хотя, конечно, бросился в глаза этот пас от Романа Широкова. И потом, вот посмотрите, как он встречал уже в штрафной. И Гомес делает все, что угодно ему. И вот высматривает этот удар. И поднимает глаза, прежде чем пробил по воротам. То есть все прекрасно видит, видите. И подключение правого фланга. Ну, решает сам пробить. И вот в ближний к Малафееву угол мяч ныряет. Ну вот, без персональных обвинений. Смелого места у Амхангу де Леон. Так называется его город. Родной пока прострел. Приводится как город смелых. Еще один. Занос в штрафную этого мяча. Так по регбиенному сейчас играет Штутгарт. Удар в ближний угол. Немножечко, по-моему, Малафет Ельберт, что стрелял в поворот. Еще раз давайте посмотрим. Никто ему не мешает. Подъема в ближний. Таким положением выровняем. Не столько по счету, но как и по счету тоже, да? Так и по территориальным. По территориальным претензиям. Неприятный рикошет от Крыжница. Но мяч опускается. Пять потерь. Смотрите, уже и Тимащук ошибается в передаче. И вперед. Марио Гомес. Очень хорошая скорость набрана этим нападающим. Он один против Крыжница. Гомес убирает мяч. Но здесь очень кстати Константин Зырянов возвращается. Типичный силовой, причем с хорошей скоростью. Подача. И отбились. Отбились. Пусти. Манин. На крокового арбитра свои. Там трудности. Флажок сломался. И назначен угловой. Вот еще раз мы смотрим. Пристроился на всякий случай. Итак, Тимащук. Удар поворотом. Метра два от штанги. К сожалению, да, не вернулся. Все с ним в порядке. Янс Леман от ворот. Идира. Марио. Убирает мяч. Гомес там открыт. Ланик тоже. Но сам Чаприан решает идти в обходку. Но мяч оставляет у себя. Хотелось сказать, что уже потерял. Хитцершпергер. Вот что нельзя делать. Не было еще ударов у него, кроме как со штрафного. Можно было. И уже следить за тем, как Штутгарт будет в этой ситуации себя чувствовать. Дик адвокат говорил, ему интересно будет увидеть, как красные отыгрываются. Ведь до этого момента, до игры против Ганновера, Штутгарт постоянно забивал первым. Но сегодня мы увидели, ничего не меняя. Ох, какой момент. И два-один. Ничего себе. Ничего себе. Ну вот видите, нужно какое-то индивидуальное мастерство. Анатолий Тимошук. Еще раз смотрим. Вот он Манин. Пожалуйста, нарушение правил. Молодец Купер, что дает доиграть до конца. Манин опять никакого сопротивления не оказывает. И пьет, конечно, тут Тимошук попал. Но я не думаю, что тут стоит говорить о значении игры Йенса Лемона в воротах. Все-таки сделано было все это на высшем классе. Анатолий Тимошук. Вот что есть у Зенита и что нет у Штутгарта, да? Такой футболист был подвести. И прекрасно он разобрался, в чем тут дело. И почему мы проваливали центр поля. А вот теперь очень хорошая комбинация у Зенита. Прострел, Погребняк. Удар и Погребняк мешает своим же забить мяч в ворота. Там уже не при чем. Йенс Лемон был. И мяч, казалось, катился в пустой угол. Но попал в Павла Погребняка. Очень обидно. Но радует тот факт, что мы провели две отменных атаки. А вот теперь надо ловить. Федира. Штрафной Тимошук. Как накрывает его. Гомес выиграет воздух сейчас. И здесь спокойствие. Только спокойствие. Вячеслав Малафеев. Туда-сюда. От ворот до ворот. От села до села голова весела. Пронеслись атаки. И здорово Тимошук сыграл. И выстроил Штутгарт в обороне. Ну и вот здесь Широков опять проиграл позицию Гомесу. Хорошо, что Марио никто не помог. Хилбит справа. Но пока он не в этой атаке. Ланик. 3 в 4. Прострел. Марика. Утар. Ни разу еще такого не было. Чтобы в динамике выиграли мяч. Зенитовцы. Ну вот тут еще и не повезло. От погребника мяч отскочил. Семшов направо покатил. Здорово. Аняков. И вот удар. Еще один. И положение вне игры у погребника. Но он еще и в ворот к тому же умудрился не попасть. Но надо было взбивать вот здесь. И не надеяться на повторный удар. Противоход бьет Зирянов. Лемон прямо перед собой. Узнаем. Ну и погребняк. Бывает и такое. Спросите у Марио Гомеса. Ну уже задумал. Вот такой удар. Дани. Ширилл забегание. Чуть поздно он его сделал. Дернулся. Но вот опять же по дистанции скорости не хватило. Дани. Зирянов. А вот он без сомнения идет в эту обводку. И вот момент. Удар. Погребняк. Не тот момент, конечно, когда надо читать газету и выпивать кофе. Но какую-то такую миллисекундную паузу можно было сделать. Шпергера. Семшов. Дальше на Анюкова. Анюков. Вот Александр с мячом. Через Дании. Пора. Мяч штрафной. Анюков. Но при случае надо у него спросить, что же такое это было. Не то удар, не то передача. И два мяча на поле. Один из мальчишек полбойет. Выбегает. Мяч забирает. Анюков. Ча. Хедира. Прямо на ногу Семшову. Кусти. Ну, на левый фланг. Вот уже на такую классику. 4-4-2 Бабель переходит. Весь Акьяки. В общем, бои нет. Почему бои нет на мяч. Штутгарта. Появится Ганшибер. А пока момент. Удар в дальний угол. И подталкивал спину сейчас. Но ничего не оставалось сделать. Защитнику Штутгарта. Однако на 11-метровый не наиграть. Вот она замена. Уходит Чиприан Мареком. Вместо него выходит. Вот 39. Миза. Булахрус. И Артур. Ну, пока видно, что Артурчик нашел. По гребнях. Как здорово сейчас сыграл Хусти. Булахрус. Булахрус. Но не знаю. Гомес. Малафеев. Большой привет передает Марио Гомесу и своим защитникам. Ну, как же так? Артур Бока вообще сроду передачи не делал точных сегодняшней встречи. И вдруг такой пас сотворил. Хицельшпергер чуть-чуть коснулся мяча. И посмотрите, как убирает Гомес одного защитника. И уже бьет поворотом, казалось. Хицельшпергер. Подача. Гомес падает штрафной. Нет, молчит судья. Выбиващук все решил, конечно, своим ударом. Ну, как все. В этом матче все.